Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog.TV и в Ванкувер. Рядом со мной Сергей. Он работает сейчас в Майкрософте, в Ванкувере. И переехал сюда почти три года назад, да? Да. Мы сегодня поговорим о том, как переехать в Канаду на работу, как здесь обстоят дела с IT-индустрией, ну и, конечно же, о рабочем процессе в Майкрософте. Привет, Сергей. Привет. Ну, давай начнем с АЗОВ, с того, как ты вообще, о твоем пути программирования, о твоем образовании. Ну, вообще, начал я программировать со школы. Где-то в пятом классе у нас были уроки информатики, мы даже уже писали на каком-то бейсике. Мне тут в это время не нравилось это делать. У меня были тройки, я, в общем, списывал, ну, как бы, пытался как-то спрыгнуть. С этого предмета. А потом я перешел в другую школу, и где-то в десятом классе мне что-то... Мне купили компьютер как раз, и мне стало интересно написать какую-то свою игру, какую-то свою программу. Я открыл те старые книжки и начал их сам изучать. Ну, и как бы в десятом классе я полностью сам разобрался, ну, как бы, со словами бейсика, и на нем я написал свою первую программу. Вот, потом... Потом я выучил Паскаль в одиннадцатом классе. Вот, ну, и как-то так я понял, что мне нравится программировать, и я хочу в эту сторону развиваться. Потому что до этого я думал, воплоти какого-то экономиста, было популярно экономисты, юристы. Я думал, куда-то да. После одиннадцатого класса, вот, ты закончил школу, уже даже написал там свою программу первую. Что было дальше? Пошел ли ты учиться по специальности, по той, которая... Да, дальше я пошел в университет в Кировограде, из Кировограда, в Кировограде есть Кировоградский национальный технический университет. Я, в принципе, готовят всяких, ну, там, в том числе технорей. Ну, я пошел на курс программирования, как называлось, я уже сейчас вспомню, системное... А, программирование компьютерных систем и сетей. Вот, там я, в принципе, отучился два курса. И после второго курса мне мой преподаватель по программированию, у него была своя компания маленькая, ну, они занимались фрилансером в основном, ну, начинали фрилансеры, и он мне предложил, ну, начать у него работать. И, в принципе, да, где-то с третьего курса я уже полностью перевелся. Это была не заочная форма, но я договорился в факультете, что я только прихожу, сдаю лабораторные и экзамены. А так я в университет не хожу. Расскажи тогда о своем первом проекте, тот, который был на втором и третьем курсе. Чем вы занимались? Сразу я пришел, и я писал, поначалу я писал, я вспомню, я писал такая система Quest 3D. Это такой большой... В общем, в нем в основном пишут какие-то симуляторы, игры могут какие-то такие небольшие писать. Вот, я на нем писал симулятор, работника, который обслуживает самолеты в аэропорту. Идея была то, что мы напишем такой симулятор, и люди будут использовать этот софт, обучаться, как обслуживать самолеты. На нем я писал... Самое интересное, что на этом проекте я в основном программировал мышкой, потому что в этом Quest 3D там как блок-схему рисуешь. У меня к концу дня уже палец болел кликать по мышке. А после этого проекта я начал писать на C++. В общем, я писал на многое о чем тогда в то время. Так как мы делали, ну вот это был freelance, и проекты были маленькие, но их было много. Поэтому я писал и на плюсах, и на Quest 3D, и на PHP, и на C-Sharp. Только что сейчас вспомнил. Ну, много на чем. На GFC в том числе потом в последнее время писал. Ну, ты писал на том, на чем должен был быть написан проект. То есть это был не твой выбор. Какой язык программирования тебе кажется вот сейчас наиболее перспективным? Ну, мне кажется, C++ будет всегда пока, в ближайшее время перспективным. Особенно в больших компаниях, там он будет популярен. Сейчас, я не знаю, Python популярный, Ruby популярный в принципе. Swift набирает популярность, но опять-таки это только в Apple-ской среде. Я, опять-таки, я довольно распространен. Я бы C-Sharp. До переезда в Америку ты продолжал работать в этой же компании? Да, в этой компании проработал где-то около пяти лет. Я там уже был Team Lead, я отвечал за iOS-разработку. iOS была тогда плюс еще немножко Ruby on Rails. Две мои сферы были. А потом я уже понял, что я как бы вырос в этой компании, надо куда-то двигаться дальше. И я начал просто проходить собеседование в любые компании, которые я находил, желательно где-то за рубежом. Вот. И тогда, где-то в тот год я прошел, наверное, около... Ну, как прошел. Я принимал участие где-то в 14 интервью. И одной из них я прошел... Вообще не собирался ехать, но прошел в Днепропетровск в компанию Ciclum. Это тоже аутсорс-компания. И заказчик был из Израиля. Проект был антивирус для мобильных девайсов. Вот. Мне там приложили работу, приложили хорошую зарплату. И я переехал туда, проработал там ровно 9 месяцев. И в это же время мы подали документы на переезд в Канаду. Вот. И, получается, нам дали визу, и мы переехали в Канаду. Ну, ты так быстро проскочил. Дали визу. А расскажи, каков процесс переезда в Канаду для программиста? Отличается ли он вообще? Ну, у нас вообще был... Мы зашли с другой стороны. Мы прочитали, куда можно легче всего попасть. Из вариантов было на тот момент Австралия и Канада. И из вариантов самое простое было это податься на учебу. Поэтому моя жена, она подала документы в канадский университет. Вернее, колледж. Вот. Ее зачислили. Она сдала... Ну, плюс она сдала IELTS для визы. Мы заплатили за обучение. Ну, и нам дали визу. А это была какая провинция? Это прямо здесь было, да? Да, прямо в Анкувер. Она отучилась, ей дали визу. А ты в это время занимался поисками работы, правильно? Ну, как бы нам дали тогда визу в Украине, да. И я сразу начал искать работу в Канаде. Но найти работу в Канаде из Украины, это, как бы, я так понимаю, процентов 5 шанс. Мне прямо звонили на украинский телефон. Гаврили, да, привет, я рекрутер. Давай встретимся. Я говорю, а я еще в Украине. Он такой, а, ну, будешь в Канаде, звони. Поэтому из Украины ничего не получилось. Но мы приехали сюда. И я за 2 недели нашел, в принципе, работу. У меня было 2 интервью. Один день интервью, потом на следующий день. Другой интервью. По оба интервью я получил оффер. Я просто потом выбрал. И пришел там, где мне больше понравились условия. Там, где мне предлагали помочь с документами, как остаться в Канаде. Да. Ну и что это была за компания? Чем ты занималась? Компания называлась Unsquare. Это был стартап. Идея этого стартапа была, как бы, своя версия OLX, если... Ну, я думаю, в СНГ должны слышать о OLX. В общем, купи-продай, вторичный став. Сейчас ты работаешь в Майкрософте. Да. Да? Как ты туда попал? Как проходили эти собеседования в Майкрософте? Ну, довольно тоже интересный вариант, случай. Я познакомился, опять-таки, в интернете, случайно, с парнями из Украины. И мы как-то, ну, там, пообщались в интернете. Потом, тут в Ванкувере есть украинские, украинские венты, когда собираются, комьюнити украинская. Ну, я тоже решил пойти на этот ивент. И опять-таки его там встретил. Ну, и так мы пообщались. Оказалось, он работает в Майкрософте. И он сказал, что есть, как бы, позиции, он может меня порекомендовать. Так как меня порекомендовали, у меня вообще не было телефонных звонков. Обычно их там один или два дают, да? В моем случае этого не было. Плюс мой менеджер был русскоязычный. Мы с ним так хорошо, ну, чтобы пообщались. И он говорит, ну, типа, ну, мы пообщались в переписке, мейлом. Он говорит, давай пропустим phone calls, приходи сразу к нам на собеседование. Так как вся команда в Сиэтле, он приехал, он и еще двое ребят из моей команды приехали в Анкуверский офис. И у меня было всего три, ну, технических с ними было всего три интервью. Первое с моим менеджером, это было по архитектуре. И потом было два собеседования по алгоритмам. После этого я поехал, где-то через две, я поехал в Сиэтл. И там у меня было два еще интервью. Одно интервью было с менеджером моего менеджера. И следующее было с менеджером этого менеджера. Ну, в принципе, последние два интервью это было больше, они как бы спрашивали, узнавали мои поведенческие вопросы, задавали, как я впишусь в команду, кто я человек, ну, мое видение разработки и так дальше. Ты сейчас в Майкрософте работаешь чуть меньше года, да? Да. А может быть, ты вспомнишь какие-то задачки на алгоритмы, одну, допустим, задачку, которую тебе задавали на собеседовании в Майкрософте? Может, у тебя еще не стерлось в памяти? Одна из них, это было, ну, довольно, в принципе, были простые. Я ожидал чего-то более сложного. В моем случае там были, есть предложение, нужно было сделать реверс слов в предложении. Но, однако, эта задачка была на массивы, я уже не сильно хорошо помню. Ты работаешь, как оказалось, удаленно. Да. Почему? Ну, вся команда моя находится в Сиэтле. В Ванкувере, Ванкувер это город, как бы, перевалочный пункт. Сюда так, сюда получить визу легче, чем в Америку. Людей перевозят в Ванкувер, они здесь ждут, либо пока они выигрывают H1V визу, либо пока они отработают, я не помню, или 12, или 18 месяцев для L1. И потом их перевозят в Сиэтл. Вот. Опять-таки, моя команда вся в Сиэтле, я пока здесь, у меня американской визы нет. Да. Поэтому я жду здесь, и так как мне предложили, мне уже сказали, у тебя есть выбор, либо ходи в офис, но ты там будешь сам, если тебе удобно, работай из дому. Мне из дому удобнее, меньше я трачу времени на комьют, ну, как-то спокойнее, тише. Как устроен рабочий процесс? Ну, у нас мы как бы практикуем Canva-систему. Вот это отличное от Agile. В нашем случае у нас просто есть список задач, которые по приоритетам. У нас есть дашборд. На дашборде есть колонка, в которой задачи выставлены в порядке приоритетов. Менеджер, либо синьор выставляет их. И дальше, как я остановился, ну, ты закончил свой текущий таск, ты его переводишь в колонку Done, берешь новый. А в колонке, пока нависит колонки Done, люди проверяют, делают ревью твоего пиара. Если все окей, из колонки Done переносится в колонку Signed Off и как бы вот. Ну, а какие технологии предпочтительны в Майкрософте? Вот если, например, у тебя какой-то друг, знакомый спросит, вот я хочу пройти собеседование Майкрософта, что ты ему посоветуешь изучать? Из языков? Если из языков, то это Детнет, потому что это Майкрософт, и еще Т++. Офис особенно очень много использует Т++. А если базы данных или там фреймворки? Базы данных, фреймворки я, честно говоря, даже и не скажу, потому что я серверной частью особо не сталкиваюсь. Могу сказать только по мобильной разработке. По мобильной разработке это все стандартное. Базы данных в нашем случае, мы базы данных не знаем, но даже если привязали, это был бы Core Data, скорее всего. Фреймворки, в принципе, в нашем проекте, и полиси в Майкрософте такая, что как минимум open-source проектов других фреймворков, потому что даже если мы хотим подключить что-то open-source, нам нужно пройти код-ревью этого, этой библиотеки, и этот код-ревью будет проходить каждый где-то полгода. Довольно проблематично, поэтому, если что-то не сильно сложное, мы пишем сами. В нашем случае на моем проекте вообще нет ни одного тридцестороннего проекта, мы все делаем с нуля. Ты работаешь из дома. Из дома достаточно сложно организовать себя. Помимо этого, видно, что ты ходишь в спортзал, находишься на это время. Скажи, как ты организовываешь свой день? Вот ты просыпаешься, идешь в свой, условно говоря, офис одну минутку. Как дальше ты строишь свой день? Ну, да, просыпаюсь где-то в районе 9 утра. У меня есть час на привести себя в порядок, почистить зубы, поесть, покушать, одеться, причесаться. Потом у меня в 10-30 минут. Длится он минут 15, от 15 минут до полчаса. На митинге мы обсуждаем, что мы сделали вчера, что мы собираемся делать сегодня, какие у нас проблемы возникли, такого плана. Потом я, в принципе, работаю, сижу, работаю. Работаю я часов по-разному. Бывает настроение, бывает, если какая-то задача интересная или нужно закончить сегодня, я могу работать до 9-10 вечера. Обычно я работаю часов. Ну, опять-таки, depends. Я стараюсь работать около 7 часов в день, где-то так. Если я утром что-то там свои дела решал, я просто дольше вечером работаю. А если нет, то ухожу раньше. Я пытаюсь трекать свой прогресс. Например, я записал, что я начал работать там, например, 2 часов дня. Я взял какой-то таск. И когда я его заканчиваю, смотрю, сколько я на таск потратил времени, чтобы можно было как-то проанализировать. Я не сильно ли много на него времени потратил, что улучшить в него в следующий раз. А какие-то тулзы я не использую. Поначалу была проблема, обычно завтыкаешь в YouTube и куча времени уйдет, но потом, в принципе, это уже отошло. Потому что хоть у нас тебя никто не проверяет, не следит за тобой, но все равно твой прогресс виден на дашборде. И если ты не вписываешься, то сам себя начинаешь мотивировать, чтобы делать лучше. А какие у тебя планы на будущую карьеру? На будущую? Ну, там, остаешься в программировании, растешь в этой области. Менеджмент, может быть, вообще мечтаешь о своем стартапе. Ну, вот какие варианты? Пока на ближайшее время я планирую расти как программист. В принципе, не есть еще куда расти в этой области, особенно в большей компаниях. Дальше посмотрим. Сколько у тебя остается после твоей зарплаты, после всех трат в процентном соотношении, соответственно? То есть твоя зарплата – это 100%. И вот если вычесть все траты на жилье, на продукты, на, может быть, одежду, там еще какие-то ежемесячные стандартные траты, сколько процентов у тебя остается от зарплаты? Ну, где-то процентов, наверное, 30 остается, это если полностью, ну, которые идут просто на сейвингс. Ну, да. Это с учетом того, что твоя жена тоже работает здесь, да? Да. Как ты можешь оценить Ванкувер, вот, с точки зрения, первое, вообще жизни для человека, насколько здесь комфортно? Погода, природа, развитость, инфраструктура, транспорта и прочего. И второе, как бы, отделение этого вопроса – насколько комфортно здесь именно программисту? Насколько здесь развита IT-индустрия? IT-индустрия здесь развита довольно сильно. Здесь проводятся часто митапы, на которых можно прийти, познакомиться с новыми людьми. На эти митапы приходят, ну, приблизительно от 50 до 100 человек, то есть много народа. Я на одном даже из них выступал. То есть там, если тебе есть что рассказать, ты просто говоришь организаторам и вперед. Много IT-компаний, много стартапов здесь. Тут даже некоторые называют Ванкувер как вторая канадская долина. Ну, сюда много, я знаю, много стартапов сюда съезжают, потому что здесь дешевле. Здесь и в плане курс канадского доллара ниже, чем американского, и зарплаты здесь меньше, чем в долине, понятное дело, даже, чем в других американских городах. Насчет жизни Ванкувера, в принципе, ну, они совместные жители называют Beautiful British Columbia, красивая природа, чистый воздух, чистая вода. Паблик транспорт, он очень хорошо развит. Ты можешь сесть на баз, выйти, пересесть на фейри, которая тебя довезет в север, например, в Ванкувер через пролив. И это ты заплатишь одну цену. Петро хорошо развито, автобусы ходят хорошо, автобусы можно отслеживать в приложении, где он находится. Пару напутственных слов для моих подписчиков, которые хотят переехать в Канаду. Что им нужно изучать? Может быть, какие-то ресурсы полезные? Ну, первым делом, если хотите попасть в большую компанию, изучайте алгоритмы. Это первое, что спрашивают, это основной идет уклон. Дальше архитектуру, паттерны по программированию. Ну, это самое главное. Плюс английский. Без английского тут никуда. Когда я сюда приехал, я сдал IELTS на 6. В принципе, этот левел как раз минимальный, мне кажется, для того, чтобы более или менее себя хотя бы чувствовать. Ну, и в принципе, в Канаду довольно легко попасть, если сравнивать с той же Америкой, с той же Европой. В Канаду можно попасть. Особенно у меня есть знакомые, которые тоже программисты. Они сюда приезжают учить английский в школу английского языка. Им дают визу. Депенс. Либо на полгода, может, даже больше, на 8 месяцев. Если больше, чем полгода, тебе даже дают рабочую визу на 20 часов в неделю. И за это время они находят работодателя, который готов их спонсировать. И так они эмигрируют. Спасибо большое за интервью. Встречаемся в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...